Полевая стрельба 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 Нашей спортивной школы является подготовка спортивного результата и подготовка спортсменов в национальную команду Республики Беларусь. И могу сказать, что 10 человек от нашей спортивной школы по пулевой стрельбе входят в состав национальных команд Республики Беларусь. Это Куди Виталий, это Бубнович Никита, это Сакович Денис, Ганисевская Елизавета, Бубнович Евгений, Улида София, Ковча Виктория, Ильчук Дарья и Жукова Вероника. Королёк Евгений, он у нас в отделении велоспорта, но он тоже член национальной команды Республики Беларусь. Я так понимаю, все задуманное на чемпионат, все получилось. Может быть, кто-то не оправдал надежды или все в порядке? Дело в том, что пулевая стрельба это сложный технический вид спорта и специфический очень. В последнее время очень радует нас и та же Улида София, которая выполнена норматив мастера спорта, и Ильчук Дарья хорошо стреляет, и Жукова Вероника. Давайте сразу указывать возраст. Примерно хотя бы сколько им лет, и они уже мастера спорта? 14-15 лет. 14-15 лет и мастер спорта. Тут еще пару годков и мастер международного класса будет. Кто удивил вас на этих соревнованиях? От кого не ожидали? Вот очень хорошо выступила Улида София, Жукова Вероника и Евгений Бубнович. От Евгения Бубновича должны были ожидать. С таким отцом он должен был с детства уже мастером спорта стать. Как бы наследственность и преемственность. Хочу сказать, у нас очень здоровая обстановка в отделении пулевой стрельбы. И вот в частности привести такой пример. На международных соревнованиях в Белостоке наш Куди Виталий выиграл винтовку. И спонсоры ему подарили эту винтовку. И он привез ее сюда, в Гродно. И передал для подрастающего поколения. Чтобы те совершенствовали свое умение и еще лучше стреляли. Ну, я так понимаю, эта винтовка, наверное, это очень дорогое удовольствие. Да, да. Это стоит приличных денег. Мы уже говорили о хороших новостях из Баку. Давайте поговорим о новостях, которые скоро придут из пределов Беларуси. Сегодня стартовала республиканская спартакеада школьников. Кто поехал от нашего города и чего нам ждать? Наша команда во главе с мастером спорта международного класса Корнеевой Елены Владиславовны поехала сегодня на республиканское соревнование спартакеады школьников. И хочу сказать, что и в прошлом году они достойно выступили, заняв второе место. Рассчитываем, и что в этом году тоже они хорошо выступят и будут в тройке призеров. А еще хочу заметить, что фотография Елены Владиславовны Корнеевой занесена на доску почета в администрации Октябрьского района города Гродно за высокие показатели по подготовке спортивного результата и подготовке спортсменов высокого класса. Казимир Казимирович, я вот слышу, в прошлом году мы были вторыми, на чемпионате республики мы тоже были вторыми. Кто же первый? Кто пока в республике нас опережает? Это прежде всего Минск. И хочу сказать сейчас про специфику судейства соревнований по пулевой стрельбе. Привести очень яркий пример. Допустим, у нас в Гродно проводили соревнования с прокуратой среди ДОИ США. И вот три спортсмена из города Гродно, из города Минска, из города Бреста набрали по 410 очков. Но сейчас современное судейство учитывает и десятые баллы очков. И посчитали, что у меньшанина выстрелов 10,4, 10,5, 10,6 и так далее более, нежели у нашего спортсмена, у которого было только 10,2, 10,3. У Брещанина там 10,1, 10,4. И в итоге первое место отдают спортсмену из Минска. Он получает 20 очков. Второе место нашему спортсмену он получает 18 очков. А третье место у Брещанина. И вот эти два очка, они сыграли роковую роль, и мы заняли второе место. Мне казалось, пулевая стрельба настолько точный вид спорта. Выстрелят, посмотрели. Сейчас же есть компьютеры, которые могут до миллиметра... Вот именно, Анастасия, чем ближе будет выстрел к десятке, тем более он ценен. А почему нельзя не считать десятые, а сказать, вот еще по 10 выстрелов. Кто лучше, тот и лучше. Ну, это Мезородная Федерация Пулевой Стрельбы установила такие нормативы. И сейчас они везде применяются в мире. Значит, Минск пока впереди, мы на втором месте, но мы скоро же догоним. Конечно, догоним. На что надеемся на республиканской спартакеаде? Кто выстрелит прямо аж лучше всех? Есть у нас звездочки? Есть, конечно, у нас звездочки. И к соревнованиям была проведена очень серьезная подготовка. Был проведен учебно-тренировочный сбор по подготовке к спартакеаде. Здесь хочу сказать огромное спасибо начальнику управления спорта и туризма Гродинского области полкома Олегу Истаящу Андрейчику, который оказался в действии приобретении боеприпасов. Я сам лично ездил в Брестскую область, получал эти боеприпасы. Больше ничего не скажу, это секрет, где что. Насколько хватит нам этих боеприпасов? На года 3-4 достаточно будет. Ого! Поэтому подготовка была проведена, сейчас ожидаем результата. Казимир Казимирович, у вас очень насыщенная соревновательная программа. Ближайшие соревнования. Где, когда, почему? Значит, после спартака школьников все наши тренера уходят в отпуск. Ну и, естественно, детки тоже. Отдыхать будут? Да, набираться сил. И потом уже с начала учебного года начинаем учебно-тренажный процесс. Я так понимаю, учебный год у вас так же, как и в школах, с сентября. Правильно. Ну, дети же не будут просто так отдыхать. Скорее всего, для них подготовлена какая-то программа для того, чтобы не забывали, как винтовку правильно держать, как пистолет, и как стрелять, куда нужно. Ну да, сейчас у нас проходит спортивно-оздоровительный лагерь, где наши детки набираются сил, усиленное питание, витаминизация, вот, игры на воздухе, посещение культурных центров, кинотеатры, зоопарк, вот, молочный комбинат, цех мороженое. Ага, ну конечно же. Вот, и хочу, пользуясь случаем, передать приветы нашей администрации, всему тренерскому составу, с душер один. Хочу даже вот показать, как стреляет директор. Это пять выстрелов из пятидесяти. А расстояние какое? Десять метров. Десять метров, это, так понимаю, пистолет? Нет, это винтовка, пневматика. Ну и следует отметить, что не только стреляет директор, но еще его и заместители, и главный бухгалтер Светлана Александровна, и мой заместитель Светлана Адольевна тоже попадают в яблочко. У вас держите коллектив в тонусе, чтобы знали, как это, да? Да. И часто вы проводите такие стрельбища, смот? Дело в том, что когда наше подрастающее поколение видит, если старшие товарищи, администрации, руководители стреляют, значит, ну и понимаешь, что это важно. Да еще и так хорошо, 48-го. Есть к чему стремиться. Да, я так понимаю, лагерь находится в Гродно, при Сдюшор, они днем ходят, а дома уже вечером домой идут, да? Ну да, то есть это предшкольно-спортивный лагерь, где дети набираются сил, они также тренируются, они получают питание на базах, и потом после полдника где-то в 16-16.30 мы их отпускаем домой. А бывают какие-то выезды какие-то туристические, может быть, когда вы едете в какой-то другой город, скажем, в другую там местность, и там уже тренируетесь, чтобы какая-то смена была? Вот я знаю, что наши спортсмены-каратисты, они уезжают вообще за границу, и там две недели усердно тренируются, чтобы смена помогла. А у вас есть какие-то, может быть, вы едете в Польшу, в Минск, на какие-то сборы такие? Да, естественно, у нас заключены соглашения о сотрудничестве, как с польской стороной, так и с литовской. Что касается польской стороны, вот совсем недавно к нам приезжала команда со спортивного клуба «Виктория» из города Белостока. Значит, целая делегация, мы им показали наш город, мы организовали встречи, международные спарринги, скажем так, по пулевой стрельбе, по мини-футболу, потом организовали костер дружбы, где пожарили колбаски, шпикачки. И наши дети, и польские обменялись телефонами, обменялись адресами. Я надеюсь, что получится какое-то сотрудничество, и от этого только все выиграем. Что касается литовской стороны, у нас очень тесное сотрудничество с «Алитусом». Город «Алитус» — это недалеко располагается, 60 километров всего от Гробно. Но там построен очень современный спортивный центр, который вмещает в себя и бассейн, и спортивные залы для волейбола и баскетбола, для мини-футбола. Это стрелковый тир. И наши партнеры литовские согласны и предлагают сотрудничество. Я думаю, что мы этим и будем пользоваться. Мы будем надеяться, что в ближайшем будущем дети смогут отдохнуть или в Литве. На соревнования международные как часто ездите, где были в последний раз и когда поедете на следующие? Значит, очень дружим с Белостоком. Хочу вот показать визитку международных соревнований спортивный клуб «Калибр», главным призом которого является автомобиль. Наши спортсмены стараются выиграть, но пока только почему-то автомобиль остается в Польше. За исключением, когда Виталий Коди выиграл винтовку. Помимо этого, в ноябре месяце у нас ежегодно в Белостоке проходит соревнование так званой лицелиады. Там есть спортивный лицей, и наши команды участвуют в соревнованиях в Белостоке. Та команда, которая приезжала к нам со спортивного клуба «Виктория», нас приглашает. И вот три дня мы берем участие в этой лицелиаде. Не скажу, что мы все выиграем, поэтому это не очень корректно. Но побеждаем. Да, но побеждаем. Тоже хорошо. Кто тренирует спортсменов? Кто готовит юных чемпионов? Значит, старшим тренером является Наталья Михайловна Ковалевич. Она курирует пистолет. Также работает с пистолетом Юлияна Накаханская. Я уже упоминал о Елене Владиславной Корнеевой. Сергей Александрович, который работает в спортивном тире 26-й школы Артеменко. Вот сейчас мы пригласили на работу двух молодых тренеров, которые тоже показывают неплохие результаты. Вот. И следует отметить бригадный метод. Бригадный метод работы отделения пулевой стрельбы. Допустим, Марина Даниловна Орехова, которая работает в 4-й гимназии. Она, как старшая сестра, возится с этой малышней, устраивает соревнования, где победители получают медаль из конфет, из шоколада. Вот. Как бы заинтересовывает. Затем проходит отбор лучших спортсменов, которые далее по цепочке... Переходят к другому тренеру. Да. Именно стрелковый тир 15-й школы, где у нас находится база, где у нас работают очень высококвалифицированные тренера. И там уже как бы их шлифуют. Вот. И поэтому бригадный метод... Передает вот таким образом. Оправдывает на 100% свое вот это призвание. Но хочу заметить, что если этот спортсмен выстреливает и завоевывает там звание чемпиона республики, призера Европы или мира, то первый тренер, который отыскал его, который вложил в него вот свою часть, он тоже получает премиальный, он тоже получает свою часть, скажем, дохода. Казимир Казимирович, у нас остается мало времени. Давайте быстро. У меня еще несколько вопросов. С какого возраста берете детей и какие требования к здоровью? Значит, 10-11 лет приглашаем, пользуясь случаях, хочу пригласить для занятий полевой стрельбы. Это должна быть справка о здоровье медицинское, что ребенок допускается для занятий в спортивной школе. Ну и желание. Я так понимаю, что в полевой стрельбе главное зрение, конечно, но если ребенок очень хочет, а зрение у него не очень, ходит в контактных линзах или в очках, можно полевой стрельбе заниматься? Можно, можно. Зрение это возрастное. Иногда бывает так, что сегодня он в контактных линзах, а потом это все снимается, убирается, и ребенок нормально стреляет. Проблем с набором нету? Хватает детишек? Хватает детишек. И хочу сказать, что в последнее время девочки и девушки составляют значительную часть наших спортсменов. Виталию Бубновичу должна быть и в пару, и девушка. Вот поэтому будем взращивать. Много денежных средств понадобится родителям для того, чтобы ребенок на любительском уровне начал заниматься? Дело в том, что у нас учеба в школе и тренировки, они бесплатные, но когда выезжаем на какие-то турниры международные, то тогда родители помогают. Всего хватает для подготовки чемпионов сейчас? Ну, скажем так, если бы еще чуть-чуть помогали, а люди помогают, и фирмы помогают. Хочу сказать руководству Гродно-промстроя, Гродно-жилстроя огромное спасибо за помощь спонсорскую. Казимир Казимирович, и в конце нашей передачи несколько слов нашим телезрителям. Уважаемые друзья, уважаемые родители, я бы хотел пригласить ваших детишек в наши спортивные школы Гродненского городского исполнительного комитета. Это конкретно спортивная школа номер один, пулевая стрельба и велоспорт. Спортивная школа номер два – это легкая атлетика. Спортивная школа номер три – это гимнастика. Спортивная и художественная. Спортивная школа номер четыре – это единоборство. Спортивная школа номер пять – это плавание. и спортивная школа номер 9, тяжелая атлетика и фехтование, и спортивная школа по большому теннису. Приводите своих детей, и мы сообща вырастим будущих чемпионов. Спасибо, Казимир Казимирович, за интересную беседу. Желаю вам и школе побед, удачи, спонсорской помощи, и чтобы соревнования только удачные для нас были, а мы будем болеть только за наших. Спасибо. Спасибо, до свидания. А с вами, дорогие телезрители, я не прощаюсь через несколько секунд о других новостях из мира спорта.